В Иркутской области развернуто 4393 койки для лечения пациентов с ковид-19. В агломерации Иркутск-Ангарск-Шелихов свободный коечный фонд составляет 30%, по области — около 40%. Об этом 11 января 2022 года сообщила пресс-служба регионального правительства, сформирован запас кислорода для медицинских учреждений в объеме 300 тонн. Региональная система здравоохранения должна быть готова к увеличению количества заболевших. Мы понимаем, уже прошли несколько таких вспышек, волн, и я бы хотел, чтобы сегодня главные врачи, те, кто находится на лечении в стационарных условиях и наши антиковидные центры, обратили внимание на это направление и в рамках уже нашего штаба, и в рамках уже работы Министерства здравоохранения. Все-таки скоординировали работу и рассматривали вот этот новый штаб сегодня как один из наиболее возможных случаев развития ситуации, в том числе по новой волне, которую спрогнозировал министр здравоохранения Российской Федерации. Предполагается большое количество заболевших, и мы опять видим, что должна возрасти нагрузка на поликлиники. Мы сегодня вот в рамках уже работы с Министерством здравоохранения подключили наши другие службы. Мы получили 16 автомобилей для работы уже и антиковидных центров, поэтому на этой неделе должны завершить всю регистрацию, провести переиспределение части техники новой, направить муниципальное образование, там переиспределить и все-таки города Иркутск, Ангарск и Братск рассмотреть в приоритетном порядке, в том числе комплектование автомобильной техники. За новогодние каникулы в Иркутской области от коронавируса вакцинировались 2349 человек первым компонентом, и 7932 человека вторым компонентом, более 3000 человек привелись спутникам лайф.